В прошлом году прошел масштабный федеральный конкурс среди лучших сельских учреждений культуры. В нем участвовали почти все регионы страны, от Республики Адыгея до Ямала-Ненецкого автономного округа. В результате 2000 денежных поощрений Министерство культуры направило в субъекты России. 36 из них получили работники домов культуры, библиотек и музеев нашей области. А тех, для кого профессия библиотекарь больше, чем работа, сюжет Натальи Александровой. У Ирины Пулиной, студентки Института искусств и культуры и заведующей Песчанской библиотекой, день буквально расписан по минутам. Праздник книги в детском саду, урок кроведения в школе, подготовка читального дворика для сельских мероприятий. Как результат, более 500 активных читателей, которые получают книги, даже если сами не могут прийти в библиотеку. Если я знаю, что заболел человек, не сможет прийти. Я с книгами посещаю. Сама для себя придумала такое название этой акции, что если ты не идёшь в библиотеку, библиотека идёт к тебе. Читатели и удивляются, и благодарят. Благодарят Ирину Пулину и за самодельные подарки для самых активных читателей, и за детские кукольные спектакли, для которых она сама пишет сценарии и делает кукол. А параллельно занимается краеведением, собирает материал о земляке, писателе и просветителе Адриане Топорове. Его имя с недавних пор носит Песчанская библиотека. И планов у Ирины Пулиной ещё много. Полученные конкурсные средства помогут их воплотить. Это, прежде всего, создание мини-музея «Адриан Топоров. Литературная гордость. Села Песчанка». Затем мы будем проводить виртуальные экскурсии, экскурсии по библиотеке, по селу. Мы надеемся связаться с Косихинской модельной библиотекой Алтайского края, которая носит имя Топорова, и провести телемост. Лариса Передистова из Шебекинского района своё поощрение от Министерства культуры направит на развитие Сурковской библиотеки, которой она руководит больше 20 лет. Всё это время собирает историю о родном поселении. Откуда взялось название, кто основал, кто здесь жил. Плюс ведёт четыре тематических клуба и экологический кружок для детей. К лету планируют оборудовать открытую площадку под берёзовым шатром. Был год экологии, который сейчас идёт. Люди именно были частью этой природы. Одно мероприятие запланировано хайку на берёзовых листочках. Мы будем писать стихи на берёзовых листочках. Конечно, мы их сделаем из бумаги, чтобы берёзку не травмировать. Но именно, чтобы у нас была связь полностью душевного и природного. И с этой задачей библиотека справляется. Из более чем 700 жителей села, 605 – настоящие книгачей. Для них в фонде сейчас больше 8 тысяч экземпляров. И для каждого библиотекарь подберёт нужный. Книжные полки – это как многоэтажные дома. А книги – это квартиры. Поэтому в каждой квартире живёт какой-то литературный герой. Он ждёт нас, чтобы мы открыли и прочли о нём удивительную историю. Та любовь к чтению, которую Лариса Передистова прививает читателям, вдохновляет и её саму. Говорит, в этих стенах стихи у неё рождаются сами. Лунной тропинкой к реке подойду, сон и явь предо мной не пойму. Девных русалок весёлый конвой тащит молочный туман за собой. Смехом своим разбудив всё вокруг, девы-русалки становятся в круг. И из тумана и лунного света ткут себе платье беспечного лета. Екатерина Равинских, Наталья Александрова, Сергей Кириченко, Виталий Петренко. Новости Мира Белогорья.